Самооборона без оружия, в сокращении самбо. Этот вид единоборств зародился еще в Советском Союзе. Полвека спустя он стал одним из самых популярных видов спорта. Воспитанники МИАСской школы самбо не раз занимали призовые места на различных соревнованиях. Поэтому право проводить в МИАСе всероссийский турнир вполне заслужен. 17 раз спортсмены со всей страны приезжали на это состязание. Здесь сложились уже свои традиции, но в этом году произошли небольшие изменения. Подробности далее. Всероссийский турнир по самбо, который проходит в МИАСе, считается одним из престижных соревнований в этом настоящем мужском виде спорта. Около 300 спортсменов приехали за медалями высшей пробы. Право дать старт всероссийским соревнованиям было поручено главе МИАСского городского округа Игорю Войнову и президенту городской федерации самбо Идзюдому Меджану Эмирову. Болейте за своим, болейте за нашим, болейте за нашим, болейте за нашим городским городским. Спортсменам желаю удачи на то время. Пускай победы за генсию. Самбо – это наука обороны, а не нападения. Специалисты считают его синтезом многих национальных видов борьбы. Не только нашей страны, но и других народов мира. Оно располагает открытым арсеналом приемов защиты и нападения, которое насчитывает около пяти тысяч. Может, поэтому этот вид спорта набирает с каждым годом все большую популярность. Этот 17-й турнир преподнес спортсменам небольшой сюрприз. Впервые одному из лучших спортсменов турнира будет вручен кубок за волю к победе. Награда учреждена главой МИАСского городского округа. Игорь Вячеславович Войнов выразил надежду, что судьи определят самого достойного обладателя этого кубка. Самбо у нас популярный вид спорта, есть уже достижения. Я думаю, когда-нибудь вырастим олимпийского чемпиона и чемпиона мира. По традиции на заражительной церемонии были вручены награды отличившимся спортсменам и спонсорам, благодаря которым федерация самбо развивается в городе. После официальной части начались зрелищные бои, ради которых собралось большое количество поклонников этого вида спорта. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.